История породы сибирской хаски Наружное севернее озеро Байкал свидетельствует о том, что первые ездовые собаки существовали уже 4000 лет назад. Древние охотники, кочевавшие в районе Анадырского плоскогорья, просто бы не выжили без собак в суровых условиях северного края. На собачьих упряжках они перевозили все свое снаряжение и охотничьи трофеи. Хотя собаки и не столь сильны, как олени, но они были выносливы и лучше приспособлены к вечной мерзлоте тундры. Еще одним толчком для развития популяции хаски послужила золотая лихорадка. С 1880-х годов Аляска привлекала многочисленных золотоискателей. Среди них был и молодой Джек Лондон. Его повесть о белом клыке тоже свидетельствует о ездовых собаках, похожих на волка. С 1897 года после открытия золотоносного района Кландайк на северо-западе Канады, тысячи людей ринулись на Аляску. Только за один день 1 августа 1900 года золотая лихорадка привела на запад Аляски 18 тысяч золотоискателей. Там был заложен город Ном. До приисков можно было добраться на единственном виде транспорта – собачьей упряжки. Нужно было много собак. Часто золотоискатели привозили с собой собак нетипичных для этого климата. Многие не выдерживали в пути и умирали в дороге. В 1907 году в Номе был создан Кеннел-клуб, который занимался организацией гонок. Первые гонки на собачьих упряжках были организованы в Номе в качестве развлечений в 1908 году по инициативе Скотти Аллана, прозванного королем арктического льда, и вызвали неописуемый ажиотаж. Скорость и выносливость сибирских хаски были замечены жителями Аляски. Сибирские хаски стали массово возиться в Аляску в начале 20 века. Одним из самых известных популяризаторов сибирских хаски был погонщик собак Леонард Сипала, который со своими хаски неизменно побеждал в гонках в течение нескольких лет подряд. Даже эскимосы после этого стали заменять своих тягловых маломотов на хаски, если было необходимо совершить быструю поездку налегке. Столь популярные сегодня в мире сибирские хаски имеют удивительную историю. Эти собаки прославились на весь мир, когда спасли город Ном на Аляске от дифтерии. Один из хаски, пес Балта, был даже увековечен в бронзе и кинематографе. Но давайте обо всем по порядку. В январе 1925 года в маленьком Аляскинском городке Ном разгорелась эпидемия дифтерии. Умерли первые несколько детей. Дифтерия беспрепятственно расползалась по городу. Для борьбы с болезнью срочно понадобилась партия вакцины. До Нома нельзя было добраться ни по воде. Навигационный сезон был закончен из-за замерзания вод. В небе бушевала снежная буря. А железной дороги просто не было. Единственным способом доставить вакцину были собачьи упряжки, которым предстояло преодолеть путь в 1085 километров. Была снаряжена экспедиция эстафета, состоящая из 20 погонщиков и около 150 собак. Леонард Сипало со своими закаленными в гонках собаками, во главе с опытным псом по кличке Того, приняли эстафету в 300 километрах от Нома. Чтобы сэкономить время, Леонард Сипало принял бесстрашное решение ехать по хрупкому льду залива Норта. 80 километров упряжка шла в ночи в 40-градусный мороз сильную бурю, но там они попали в западню. Большая ледина с нартами и собаками откололась, и они оказались беспомощны. Упряжка провела на льдине несколько часов. В какой-то момент ледину прибило ближе, и их стало отделять от стабильного льда полоса шириной полтора метра, вода с ледяным крошевым. Пожар Того бросился в воду и барахтаясь в ледяной каши, изо всех сил тянул пластромки. Ему, Сипало, удалось притонуть ледину к краю стабильного льда, чтобы остальные собаки могли перебраться. Пес Того помиловал своей смелости и выносливости, обладал способностью находить путь, предчувствуя опасность. Он заставлял работать уставших и замерзших собак, выбирал правильное направление в темноте. Предупреждал Каюра о полыньях и трещинах. В общей сложности упряжка Сипало преодолела на пути к Ному 146 километров, больше всех из участников эстафеты. Общий же путь, начавшийся к месту эстафеты из Нома, составил 420 километров. Когда они достигли городка под названием Головин, упередали эстафету следующей упряжке. Иногда встречается информация, что это был последний забег Того. Однако это не так. После забега на польду залива Нортон он прожил почти 5 лет, еще не раз победив в различных гонках. Однако вся слава спасителя города Ном досталась не Того, а другому псу Балта, который преодолев последний участок пути доставил спасительную суворовку Нома. Погонщиком последней упряжки был Гунар Каасан. Погодные условия во время забега упряжки Каасана ухудшились еще сильнее. Температура опустелась до минус 51 градуса Цельсия, а порывы ветра достигали скорости 110 километров в час. Бушевала такая снежная буря, что Каасан едва мог разглядеть руки перед своим лицом, и человек решил довериться псу. Ложак упряжки Балта оправдал доверие и не сбился с тропы. Город был спасен. Балта стал настоящей звездой в США. Ему был поставлен памятник, а позднее о нем сняли несколько мультфильмов. Леонард Сипало, проделавший со своим псом Того самый трудный участок пути, был очень расстроен, что слава досталась не гоночной собаке, которым был Того, а простому ездовому псу Балта. Впрочем, история расставила все по своим местам. В настоящее время гены Того до сих пор просматриваются во многих линиях лучших гоночных псов Аляски, а вот гены Балта канули в лету. Великой гонке милосердия Great Rise of Mercy 674 мили арктической тундры, гор, заливов и рек были покрыты за 127 часов. Шесть дней собаки-люди гнали нарты через снежный бруаный ураганный ветер. Многие собаки, в нем которых мы не узнаем, замерзли в ледяных тропах. В память об эстафете 1925 года на Аляске проводится ежегодная гонка на собачьих упряжках Айди Таро от Уиллоу до Мома. Протяженность дистанции 1868 километров. Если вам понравилась эта история, поделитесь ею с друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!